итак наконец-то я добралась до своего любимого курорта старая русса начинаю вещать из питьевой галереи вот так курорт выглядел в 1906 году вот так выглядел муравьевский фонтан достопримечательность этого курорта такие знаменитые люди были на этом курорте менделеев глизенька газ это по-моему очень известный врач достоевский вот теперь мы приходим непосредственно в питьевой галереи где подается вода прямо из источника вот таких вот краников описание этой воды источник номер двенадцать и источник номер одиннадцать и длина скваж на 80 градусов крантики я так думаю тех времен так вот течет пластико можно здесь сделана такая очень красивая питьевая галерея здесь можно посмотреть фотографии старые фотографии можно поиграть на пианино на кардионе проходят концерты в общем такое приятное помещение в центре в самом центре курорт старая руса весь курорт старая руса утопает в реликтовых деревьях здесь за счет того что три минеральных озера находятся на территории курорта и высажены различные деревья которые доставляют воздух такой прекрасный аромат создается определенный микроклимат я заметила вот сколько раз я тут была тут всегда прекрасная погода может быть я приезжаю так в такое время но это самое хорошее мне кажется время приезжать сюда август конец августа начало сентября конечно переносить здесь жару это еще круче находиться в температурную когда температура воздуха 30 градусов и быть кислородными яме это конечно войне приятно я иду немножко по территории курорта просто показываю красивые виды до следующего включена ее немножко обзора местного пляжа до который который как раз вот на большом минеральном озере вот там вот позади это бассейн корпус бассейн дальше корпус лечебный там всякие процедуры проходят где вот такое вот любимое минеральное озеро сегодня вот люди плавают немножко хотя сейчас температура 19 градусов и вокруг озера вот идут люди очень хорошая там тропинка дорожка которая вокруг этого озера и можно километры светом наматывать очень удобно для ходьбы в озере плавает вот такая вот пена но это не пена это вновь образовавшиеся глина это не грязь это чистейшая глина она вот так вот в природе образуется озеро несколько раз в день меняет свое содержимое то есть такие сильные ключи они есть и теплые и холодные то есть она не совсем холодное озеро и плавать абсолютно соленая как даже мне кажется черное море не такое соленое вот такие тут сделали зоны для отдыха народу немного потому что уже все практически уходят солнце тоже садится но все равно дышать здесь вот этими испарениями от озера очень даже замечательно так что я к теме того что здесь все утопает в зелени реликтовых деревьях вот это дерево меня просто поражает это тут такой великовозрастный великовозрастный под них точки ходят какой он интересный пальцы старой руки как будто бы в общем производит впечатление не знаю сколько ему лет наверное со времен основания этого парка и вот здесь вот можно пройти будет муравьевский фонтан это просто кладезь здоровья это скважина 65 метров вниз бьет самотоком вода выделяет ли он и брома то есть возле него очень хорошо сидеть и дышать и дышать юными магния брома все таблица естественно полезных такой вот муравьевский фонтан вот это вот здание это здесь я живу это мой корпус это самое первое когда был основан курорта 1800 по моему 63 эти год вот это здание она с тех времен такая здесь инсталляция деревья которые растут возле этого фонтана они собственно говоря некоторые погибают потому что настолько насыщена минералами воздух пыль вот эта воздушная она попадает на деревья и деревья не все тут выживают привет привет вот хочу снять общий вид чтобы немножечко иметь представление впереди такая красивая рябина вообще очень люблю вот эту дорожку значит вот дуб шикарный а здесь вот сосна все это так пахнет все это издает такие прекрасные запахи и вот впереди сейчас я держу путь в грязи лечебницу мне сейчас процедура накладывание грязи на область колен стоп и на руки вот уже видно это лечебница грязи лечебница это старинное здание оно самого основания курорта старая русая вот я люблю еду по своей любимой дорожке так люблю ее так она мне нравится идешь деревья с двух сторон как даже немножечко в какой-то сказке вот так вот виднеется у озера минеральная на которой я пойду плавать сейчас я сделаю грязи потом я пообедаю а потом я приду и буду плавать и загорать потому что очень хорошее солнце и так вот лечебница значит проход по центру вот еще озера минеральная закрытая территория туда тоже можно пройти только пропуску или там бывают только люди которые отдыхают в этом санатории то есть там нет никакой толпы тишина и спокойствие сегодня опять прекрасная погода где-то наверное двадцать семь градусов санаторий очень мало народу не знаю почему просто такая вот эта неделя наверное все уехали детей на школу отправлять людям идти в институт не знаю дома поэтому но во всяком случае там единицы какие-то ходят когда встречаются а так ходишь и замечательно проводишь время вот такая вот она красивая сталинский ампер ой какой сталинский так долго рада раньше уже почти 200 лет курорту вот я захожу в 1958 году конечно сталинской архитектор кушнира отлично не знать я иду грязь лечебнику сам это сюда вот никого на воду удивительно просто вот кризис лечебное отделение всего 3 красивый узкать коридора огромные приятно понимаете здесь в окошку нужно увидеть как это грязь собственно говоря добывается в каких-то лотках и ехать выбирают как-то фильтруют нагревают подают вот саму вот у грязи лечебность так вот выглядит это грязь лечебница внутри я всегда пришла последняя уже тут обед поэтому никого нет вот я лежала на грязях получается вот такой вот топчанчик тебя мажут ты жанчика вот тебе видео запись с пляжа пришла я как раз такой хороший очень солнышко замечательная народ есть ведь мы весь на пляже который если вот такого озера она немножечко в начале вот плавает эта грязь но это полезная вещь это не какашки они не пахнут а вот дальше туда если посмотреть они тут грязи и очень даже приятно плавать сейчас я пойду сделаю заныр привет хочу показать вам там вот этот муравьевский который бьет глубина по-моему 65 метров вниз муравьевский какой-то генерал показал его сделать для того чтобы потом здесь был построен курорт он выделяет там он и брома посмотрите на твери и вообще никого абсолютно вообще по идее шесть человек помещает вот это вот мой корпус который называется что даже 500 человек сезон смотри какая красота и никого нет и хорошее время опять поймала сегодня у нас здесь 27 градусов вот даже деревья которые вокруг этого фонтана и некоторые например вот как это погибают потому что очень сильное испарение то здесь именно сидеть дышать солнце такое хорошее дышать вот этими парами это очень хорошо еще у меня действует на кожу как ты знаешь когда вот этот дымка увлажняет вот хорошего всем дня а и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ой, сегодня опять шикарный день Опять здесь никого Плавать можно Озеро отличное Солнце теплое Будет опять прекрасный день Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хочете водичку показать? Снижено это не какашки плавают Это созревающая Грязь Она образуется наверху поверхности потом вот эти вот схлопываются они становятся тяжелыми и оседает вниз на дно и годами лежит на дне а потом вот ее постепенно вычерпывают вот такой вот прекрасный спуск такая вот водичка зелененькая вот с этими это глина это даже не листочки там вот удочки еще здесь на озере живет два лебедя но что-то сейчас их нет наверное они не прилетели сегодня ну наверно на той стороне но не боюсь я не будь и не грозь не страшен холод не страшен зной если со мной ты рядом со мной ты не грусти не зря не грусти когда вдруг станет беда на пути с бедой я справлюсь любовь храня ведь у меня есть ты у меня все все что в жизни есть у мне все все о чем ты волны и в Мечты — это всё, это всё ты. Всё, что в жизни есть у меня, Всё, в чём радость каждого дня, Всё, что я забыл своей судьбой, Связано, связано только с тобой. Связано, связано с тобой, друзья! Спасибо вам огромное, что были сегодня здесь, Что дарили свои тёплые аплодисменты. И не грусти, и зря не грусти, Когда вдруг станет беда на пути. С бедой я справлюсь, любовь храня, Ведь у меня есть вы и у меня. Поём! Всё, что в жизни есть у меня, Всё, в чём радость каждого дня, Всё, о чём тревоги и мечты, Это всё, это всё ты. А вот здесь продолжение нашего путешествия. Вот мой санаторий напротив. То есть мы перешли по дорогу, И теперь мы заняли вот такой вот номер. У нас такой вот сегодня номер В отеле Виза Вим. Ну, мы можем сходить на завтрак в наш отель. Маленький, но мы хорошо выспимся. И завтра мы уже едем в Ритлё на рыбалку. Мы здесь выспимся, Мы завтра съездим на рынок И поедем дальше. Это мы уже переночевали ночь в отеле Виза Вим. Хороший очень номерочек. Две кроватки. Выспались замечательно. Вот уже грузимся мы в нашу машинку. И сейчас как поедем. Вон позади курорт Старая Руса, Который полюбился мне всем сердцем. С его прекрасным... Вот весь он утопает в зелени. Просто совершенно другой там воздух По сравнению, как он сейчас. Ну, это самый такой... Это старый городок. Старая Руса. Очень похоже на Калугу. Это главное здание курорта, Где идет... Ну, где рецепшн, где оформление. Там тоже есть номера наверху. Пока вот так. Заехали в такое атмосферное место На улице Крестецкой Покушать супчик поедим. И уже тронемся в реклю. Вот так вот мне понравился этот дом. Такой старый. Ну, в Калуге таких много снежанков. Интересно, здесь басбер-шоп. Тут же памятная доска. Жителя Старой Русы, Какого-то очень известного. И старая, все старая. Я так люблю все старая. Очень хорошая сегодня погода. На озере я, конечно, не искупалась. Ну, решила, что достаточно. Вообще, конечно, классно. Это вот наша деревенька. Ну, вернее, база Ретлио. Вот там вот вдалеке наш домик. А сейчас мы пришли на другую базу. Она в таком космическом стиле. Какие-то космодомики. Вон такая космическая беседка. Вид на озеро Ингин. Ну, мне так нравится. Космодомик. Интересно, как там живется? Надо будет в следующий раз приехать. В Касхе действительно бродишь, как в фильме «Москва-Кассиопея». Вот эти домики. Так интересно. Вот эти домики. Потом рубленые из целого куска бревна. В таком русском стиле. Стол со скамеей. Две штуки. И вот такой вот домик. Хочется заглянуть внутрь. Конечно, никого нет на базе. Дни. В принципе, я не знаю, что там видно. Вот там кровать, столик. Все как бы неплохо. Надо будет в следующий раз приехать в такой космический домик пожить. Называется глэмпинг. Глэмпинг космо. Как интересно. Он какой-то открыт. Не пойдет. Не пойдет, наверное, люди. Может быть. Не будем беспокоить. Вот подходим к этому шикарному, огромному озеру. Ильмень я вижу его в первый раз. Я мало что про него знаю. Я буду изучать. И очень интересно. Ну, думаю, что никакой рыбалки нам не светит. Мы здесь два дня. Но пока такой штормик. И, естественно, никого. Никого, вот кроме меня и Маруфа, здесь нет. Ни в глэмпинге, ни в нашем ретле. Мы заняли такой хороший домик. Что здесь еще очень считается памятником природы? Это вот этот, называется, Эльменский клин. Это вот этот откос, да, вот вниз. И можно рассмотреть послойно, можно сказать, в музее времени. Можно увидеть все времена на этом срезе почвы. Вот такое вот оно необъятное. Вот такого коричнево-зеленого цвета. Из-за водорослей, из-за ветра и смешения почвы. Какое оно огромное, озеро Эльмень. На озере, можно сказать, достаточно сильный ветер. Прям я в платке. В общем, ну, опять-таки, мы здесь одни. То есть смысл, смысл. Уединение с природой. Ну, возможно, конечно, логить рыбу. Ну, для меня нужен полный нишень. И похоже, что никто не выходит. У нас получается вот там, вот туда, Нижний Новгород. Ой, то есть Великий Новгород вот там. Ходит теплоход. Ну, что-то, да, какой-то теплоход, наверное, ходит. Из-за Великого Новгорода. Где-то вот здесь должна быть приступить далеко. Я тоже это не включу. Ну, в общем, любуемся озером Эльмень. Такие красивые камни. Просто обалденные все. Вот здесь вот они помельче. Такого я еще не видела. Красоты цветов. Такие красивые. Вот это вот эти и есть окаменелости. Которые образуют Эльменский глинт. Это вот он и есть. Но это очень красиво. Я такое перворожение вижу. И вообще озеро красивое. И никого нет вообще. Мы все искали, где здесь можно купить рыбу. Ну, видимо, не время. Ее, наверное, сейчас не продают. Это вот судно, суденышки, лодки, которые вышли на озеро. Сегодня они будут ловить рыбу. Вероятно, вероятно, мы ее завтра купим. Ну, рыбки из Минского озера. Как-то все-таки нам надо попробовать щелка. Ну, такие. Озерная рыба, она такая, конечно, суховатая. Не жирная особо. Потому что это не морская. Но вообще очень красивое место. Волшебное просто. Короче, здесь полный релакс. Вот у нас такой небольшой домик. Это первый этаж. Вот такая тут плеточка. Вот норов идет. Что ты там нашел? Нашел что? Чего? Шампурок? Хорошо. Вот у нас такая территория. Замечательно. Никого. Никого. Солнце садится. Вот здесь несколько таких вот топиков. Вот этот наш мангал. Вот это наша банька. Мы завтра будем ее делать. Ну, и вот там вот впереди озеро Эльми. Снежан, добрый вечер. А у нас сегодня уже громче все. Ну, приехал народ. Пятница. Это вот я показываю. Такой красивый закат. Ну, все равно людей очень мало. Ой, мы сделали баньку у нас была. Такая личная банька. Это просто шикарная вещь. Морух вот нажаривает шашлыки. Значит, у нас сегодня говяжьи кости. Ой, говяжьи ребрышки. Господи, вот говяжьи кости. Насказануть и хлебушек, и текилка. Вот. А вот этот гламурный, который космический. Посмотри, там прям свет. Там очень красиво. Вообще, красивый закат на озере. Сейчас, наверное, даже я выйду, сниму озеро. Ну, я считаю, это достойно съемки. Озеро Эльпень. Закат. Это, конечно, зрелище. Это, конечно, такой релакс. Это очень красиво. Мне так нравятся вот эти воротики. Я их называю ворота в рай. Потому что ты их открываешь. И, правда, здесь, конечно, спуск больно крутой. Поэтому мы спускаемся немножко дальше. Там хороший, красивый спуск. Но если бы я, наверное, была возрастом Никиты и Артёма, я бы, наверное, спустилась. А так, конечно, это релакс. Какое-то необыкновенное чудо. Мы сделали открытие. Это наше открытие в этом году. Я буду спрашиваясь у своих друзей, знают ли они это место. Я уверена, что они скажут нет. И главная погода. Я вот в банном халате. Я сделала маску на волосы. Вот наступило утро прекрасного дня. Мы сидим в своём кинотеатре на первом ряду. И смотрим фильм про озеро Ильмей. Вот такое оно огромное. Сегодня оно очень красивого. Впереди вот там какого-то серебристо-голубого цвета. А вот здесь вот вообще такой красивый, лазурный. Практически цвет неба. Вот с этим любуемся опять одни. Все спят. Там есть несколько человечков отдыхающих. Ну, в общем, конечно, мы это место полюбили. Мы сюда будем приезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Помогла я не выйти из машины и не заснять такое красивенное место. Мы еще все продолжаем на Эльминь, едем уже большой, вот мы как бы его огибаем. И я тут заметила, что очень много деревенек, ну такие названия Устрика, Борисова, и в каждой есть обязательный мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. И очень они это дело чтят, и прям вот в каждой деревеньке свой мемориальчик. Тут были просто очень жестокие бои. Старая Роса, например, она была оккупирована немцами, они там ее все разрушили. И вот здесь вот, в деревне Устрика, мы сюда приехали на рыбозавод купить рыбки домой. Вот здесь вот такой мемориал, ну люди очень здесь чтят память. Я так понимаю, что было очень жестко. Действия были боевые. А, вот вечная слава воинам-якутянам, погибшим в 1943 году на озере Эльмени. Да, это были лыжники. Я читала о том, что в один день они, 18 человек там, по-моему, было, погибло. Да, вот так вот. Тут вот опять маленькие какие-то такие. Здесь, наверное, похоронены какие-то известные люди этих деревенек. Ну, во всяком случае, это очень торжественно. Это очень берет за душу, что люди помнят и детям это все передают. В общем, это, ну, в общем, слезу высшибает. И тут же зарисовочка такой вот избушечки русской с помидорчиками, такой со стеклянной тепличкой. И рядом вот прям с мемориалом. И вот впереди озеро. Здесь очень красивые кедры. Запах такой, солнце. Ой, замечательное место мы посетили. Не хочется уезжать, но впереди новое открытие. Совсем вот такие избушечки на берегу озера Эльмень. Впереди нас ждет что-нибудь новое и интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!